Всем привет! Мы находимся в Харбор! И я железный человек! Всем доброе утро! Ну, ладно, добрый день! Мы сейчас находимся в районе, в котором мы еще ни разу не были. Короче, мы отправляемся сегодня в торговый центр Харбор. Он открылся относительно недавно в ПТЕ. И говорят, что этот магазин совмещен как Туком, магазин электроники, и Централ Фестиваль, где есть вещи. Однажды мы попытались туда съездить, но... Да, это стоя 16. Во-первых, мы даже не посмотрели, где он на карте. Мы поехали неизвестно куда. Я записывала видео, но я вставила микрофон. Я вставила микрофон, и получилось так, что у меня даже звук не записывался. Одно видео, где я хожу и открываю рот. В общем, мы так посмотрели по карте, что идти нам прилично. Даже не знаю, сколько это по времени займет. Да, минут 10-15, наверное. Мы будем надеяться на это. Мы передвигаемся со скоростью 3 км в час. Самое клевое, что мы еще не были в этом районе, а это значит, что... Здесь всяких интересностей есть интересности. Да, то есть мы когда ходим по каким-то местам, мы уже здесь были, нам уже это неинтересно. Но, блин, мы в ПТЕ еще столько всего не видели. В общем, мы хотим почаще так выбираться именно в те места, в которых мы еще ни разу не были. Да, мы решили вообще брать тук-тук, мотобайк или еще что-нибудь и просто ехать туда, куда в общем в глаза глядят. Да, по-моему, это интересно, особенно в другой стране, когда ты вроде бы знаешь все, но ты знаешь только основные туристические места, основные места скопления туристов. Да, главное, чтобы в Малайзию не уехать. Кстати, нам в следующем месяце уже продлевать надо будет визу. Мы, когда первый раз продлевали, мы это отсняли, там очень мало материала, я думаю, что вы дождетесь уже конца августа. Мы даже не знали, как он на самом деле выглядит полностью. И тут есть фудленд, который мы искали с Максом, тоже хотели туда сходить, он что-то типа... О, парковщик работает. Что-то типа Теска Лотоса. В общем, мы сейчас пойдем... Стой, Максим. Thank you. Ходит, не смотрит, что переходит дорогу. В общем, сейчас мы подходим уже к Харбору. Ой, как здесь сколько регулировщиков. Смотрите, какой он большой. Так, нам здесь говорят, что будет к зиме открыт каток. Представляете, в Таиланде каток. На минус первый этаж заходим. И первое, что мы видим, это машины. Вот такие автомобили за 50 тысяч бат в месяц наверх. Прям прикольно. Ну, конечно, в фестивале пошире будет место. Да, пошире, но здесь он и в длину, и в ширину неплохо. Рррр. И первое, что мы видим... Айронман. Смотрите, какой он. Туда можно вставать реально или нет? В виде репортаж. Я железный человек. Мама, мама. Че, куда полетели это? На Мальдивы. Садись, иди. У меня багажник сзади. Все, полетели. Полетели. Полетели смотреть сейчас. Сейчас. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук-чук. В общем, здесь в торговом центре есть вот такая вот горочка. Это для детей спускаться... Для меня. Для Максима. Спускаться с верхних этажей. По-моему, это очень крутая идея. Здесь очень все запутано, и мы просто ходим и смотрим вообще, что здесь есть. Для детей спускаться косметика, бижутерия, всякие косметические штучки. Бьюти-буфет прикольное название. И этот, как он? Кофешки, кофешки. Ну вот, сейчас опять какие-то кафешки. Нам надо, видимо, дальше, потому что Тукомовский вон там наверху. О, игрульки. Сейчас мы пойдем смотреть игрульки. Отлично. Видите, какая кружка. Прикольная. Короче, вот такие вот всякие для детишек штучки-дрючки. Цены недорогие. Крис, а пойдем игрушки смотреть. Крис, а не хочет смотреться на игрушки. Казана. Покажу всякие штучки-дрючки. Слышишь, все-таки дешевле здесь купить. Дешевле, да. Вот нет. Да, то, что если ты будешь копить или еще что-то, можно не есть и купить. Красинка пошла. Для маленьких девочек. Для хороших мальчиков. Они маленькие очень магазинчики. Это как это. В России торгуете. В России, да. Супергерой. Мальчики и девочки. В общем, мы сейчас зашли в магазин. Там все вот с супергероями. То есть для взрослых, для детей одежда. И, блин, это круто. Особенно, если вы... У вас дети, которые любят таких персонажей, нашли игрушки с покемонами, которые сейчас снова становятся популярными. И здесь реально дешевле, чем в том же фестивале. Или на черном рынке. Или в Теско-Лотосе. На ночном рынке. Вот. Я могу помахать. Все, мы поехали дальше. Да, сейчас мы на уровне Тукома. Именно магазина электроники. Здесь, наверное, все так же, как и в Тукоме, мне так кажется. Сейчас сделаю небольшую музыкальную вставочку. Мы просто покажем, что здесь есть, чтобы вы вместе с нами посмотрели вообще этот магазин. Мы уже на предпоследнем этаже. Здесь уже начинается игровая зона. Еще немножко Тукома. И последняя – это детская зона. В общем, мы, наверное, сейчас пройдем вот так вокруг. И потом зайдем сюда, посмотрим, что здесь. И знаете, что самое странное здесь? Самое странное здесь – это то, что здесь вообще практически нет людей. Несмотря на скидки и изобилие, и дешевые цены, людей здесь очень мало. То есть мы ходим просто по пустому павильону. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что еще мало кто знает об этом торговом центре. Открытие было, по-моему, в апреле месяце. Уже, в принципе, июль. Здесь, ну, можно прикупиться, в принципе, интересными вещами, какой-то бытовой техникой. И тебя тоже никто не дергает. И ходишь сам, смотришь все, что тебе нужно. Но то, что совсем практически нет людей, это очень странно. Может быть, это связано с тем, что были недавно тайские праздники. Был день основания буддизма. Два дня здесь. Что-то у меня здесь синяк как будто какой-то. То, что два дня здесь не продавали алкоголь. Был буддийский праздник. В общем, очень странно. Прям очень странно. Мы сейчас хотим найти колонки, потому что у нас на компьютере только наушники. И когда мы монтируем видео, я слушаю только в наушниках. И я не могу услышать, ну, уже готовый вариант в колонках. Смотрите, какой мы нашли прикольный массажер. Мне напоминает еще очень давний мем. Кто помнит, жаба-жаб. У него глаза вот так вот ходили. Вот что-то похоже. И, кстати, еще раз повторюсь. Мы никуда не уезжаем. Мы пока не собираем вещи. Вы очень многие спрашиваете, что куда же вы собрались. Никуда мы пока не собрались. Мы сидим здесь спокойно. Возможно, мы попозже попутешествуем. Возможно, мы здесь останемся. Возможно, вернемся в Россию. Вот вы сами знаете, что жизнь настолько такая штука, что она может в один день повернуться как угодно. И человек, который жил всю жизнь в России, вот как мы собрались и улетел в Таиланд. Также бывают какие-то обстоятельства, когда люди возвращаются на родину. Поэтому пока мы здесь. Но мы не отрицаем тот факт, что когда-нибудь мы вернемся домой. Тут, видите, даже есть вот такие склады. Всего так много. Вон Максим даже аж растерялся. Вот еще колонки. Каждый может найти... О, я нашла кусочек суеты. Люди и... Что, обратно идут? Да. Уже? Да. Нифига, я даже не заметил. А в ПТЕ уже вечереет. Здесь классно, что есть зона отдыха. Можно присесть, отдохнуть, если вы устали ходить. В фестивале такого особо нет. По-моему, даже если там что-то встречается, там обычно кто-то сидит сразу. Максим пошел смотреть компьютеры. Он хочет собрать еще один компьютер. Насколько это получится, мы еще не знаем. В общем, вот... У меня сегодня, по идее, я родилась в ночь с 21 на 22, ну, после 22-го в 12 ночи. И получается, что это будет мое второе день рождения, когда я буду праздновать... Точнее, встречать свой... Именно время моего рождения будет выпадать на 21-е число. Первый раз это было, когда мне было 18 лет, и я была в Харбине. очень жаль, что моих родителей, да, моих родных, вообще, то есть близких, друзей, никого не будет. Мы будем вдвоем. Максиму повезло, что на его день рождения мама была здесь. Я здесь только с Максимом. Поэтому мы ничего не планируем на завтра. Я планирую провести этот день, как обычно. Ну, вообще, как бы, у меня нет настроения праздновать. И, наверное, это у многих, когда наступает именно день рождения, не хочется ничего. Но вот я, вот, знаете, как-то считаю, что у меня нет какой-то особой такой даты. То есть в следующем году, да, будет юбилей. А в этом году мне все, что хочется, это поваляться дома под одеялком, и чтобы мне вообще никто не напоминал, что у меня день рождения. Потому что кажется, что я сразу обязана организовать какой-то праздник, должна веселиться, потому что это мой день. Как Максим мне это обычно говорит. Но мне этого вообще не хочется. Мы находимся вообще в другой части Паттайи. Но Максим у нас опять в этом же своем любимом магазине. Он нашел его и здесь. Ну, вот и все. Совсем рядом в магазине мы нашли колонки за 199 бар. Столько всякого, что я ничего не понимаю. Все хочу. В принципе, вот колонки, которые там на заднем фоне играют. Если это будет слышно, то вот такие же мы взяли. В общем, вот он пакетик. Нам дали гарантийный талон. Максим на. Так что теперь у нас есть колонки. Ура! Хочу что-нибудь, мы не знаем ничего. Денег нет, пойдем. Пойдем в игровую зону. Все. Галочка есть. Наконец-то мы никак не могли взять. Ну, а сейчас самое главное. Это для магазина. Ну, интересно. Мы идем в игровую зону. Там очень шумно. Мы их объяснили. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, последний этаж оказался просто зоной для маленьких деток Поэтому мы сейчас хотим походить здесь в кафе Мы слышали о том, что здесь есть кафе, в котором идет снег Надо до него дойти А, вот оно, снежное кафе, пойдем посмотрим Вон, сейчас тебе покажу Ой, я как обычно могу забредать только я, таким образом С кем поведешься? Смотрите, это снежное кафе Там тортилья есть Вон снег А вот снег, но по идее он должен идти Для деток, кто хочет поиграть со снежком Да, вон там генератор находится Водокапает, видимо, слишком жарко Но прикольно Ну, то есть чисто десерт типа Пойдем? Да, давай сейчас встанем Ну ты кушать хочешь или десерт? Ну вон тортилья, пицца Ну да, такой перекус просто есть Значит, мы идем дальше В общем, в Таиланде сейчас такая погода жуткая То есть Снег идет Хочешь спать постоянно Какое-то состояние Вот видите, что сейчас солнца нет Короче, Максим мне рассказал, что сегодня, пока я спала Дрыхла крепким-крепким сном Очень сильно громыхала ночью Но я уснула поздно Я уснула в четвертом часу Максим, видимо, просыпался Потому что, говорит, дребезжала так, что у нас даже ложка со стола упала Пицца батарейка еще Поэтому я не уверена, что мы успеем показать вот этот Foodland Он называется Foodland Мы как-то вроде заряжали батарейку Но она у нас уже практически все Да, в общем, немножко отснимем Foodland А там нарисована камера нельзя Поэтому мы не покажем Поэтому мы сейчас Пойдем, посмотрим И все, и уже Я думаю, что Может быть, закончим на этом влог Ну, в общем, все Мы вышли Цены, в принципе, не особо как-то отличаются Такие же, да, наверное, как и во всех магазинах Единственное, что мы купили, это креветки за 190 бат 160 190 Да, и это полкило Полкило, да, это самый большой плюс Но они замороженные Ну, посмотрим, что из этого выйдет В общем, в принципе, мы сейчас Может быть, мы сейчас будем возвращаться домой Дорога у нас долгая Может быть, мы можем поймать тук И доехать неизвестно Но мы очень далеко сейчас от дома Съемка идет? Да Ну давай Все, всем до встречи Всем пока Пока Увидимся В воскресенье Субтитры сделал DimaTorzok